Мои золотые, приветствую всех! В сегодняшнем выпуске мы поговорим о поединке, который будет интересен огромной части фанатов подсоветского пространства. Но перед этим напоминаю, что фонд B дает бонус 2000 рублей новым пользователям. Да, ссылка будет в описании, в закрепленном комментарии. Все, что нужно сделать, это перейти по ссылке, зарегистрироваться, закинуть на счет 1000 рублей. Автоматически 2 косаря бонусами упадет вам прямо в эту же секунду. Это что касается ребят с России. Касаемо ребят с Казахстана, тоже ссылка с пометкой Казахстан, ребятки. Переходите, регистрируйтесь, 400 тенге кладете на счет и автоматически 5000 вам приходит сразу же. И в дальнейшем до 80 штук можете забрать. Поэтому, если вам это необходимо, плюс напомню, что БК фонд Бет является номером 1 в плане надежности, да, в плане выплат, то, как говорится, добро пожаловать. Ссылки будут в описании и в закрепленном. В общем, в следующем выпуске мы поговорим о поединке. Жалгаса Жумагулова. И, соответственно, в этот раз его оппонентом становится бразильский спортсмен Филиппе Бунес. В общем, как мы знаем, сейчас Жалгас идет на стрики из поражений, да, к сожалению для него. Но, возможно, в этом поединке он сможет реабилитироваться. В общем, сегодня поговорим, как всегда, о бойцах и бойцовских карьерах. Ну и будем искать варианты для ставок. Погнали к разбору. Ну а начнем этот разбор с Жалгаса Жумагулова по прозвищу Жак. Это спортсмен, который является бывшим чемпионом организации Fight Nights Global, где, кстати, побеждал таких бойцов, как Тагир Уланбеков, это нынешний боец UFC. Также, ну там, с плитом очень близкий бой. В общем, я постоянно по этому поединку говорю, не хочу на нем тут больше останавливаться. В общем, после этого дрался против бывшего претендента на чемпионский пояс Али Багаутинова. Но на тот момент Али Багаутинова как раз таки уже за пояс дрался в организации Fight Nights Global. В общем, выиграл его тоже с плитом. После этого, соответственно, в статусе чемпиона промоушена Fight Nights Global, он попал в сильнейший промоушен мира в UFC. В дебюте встретился против Рауля Напаевы, очень близкий конкурентный бой. Повторюсь еще раз, там как минимум Жалгаз не проиграл, но судьи увидели его поражение и отдали победу Паеве. После этого встречался Жалгаз против Аль Бази, который без пяти минут претендент на чемпионский пояс. Проиграл тому решением судей, но поединок, в принципе, получился хороший такой конкурентный, плотный. Но борьба, конечно, Аль Бази там зарешала. После этого Жалгаз встретился против Джероми Ривьеры, которого смог финишировать досрочно удушающим приемом, по-моему, в первом раунде, если ничего не путаю. Ну, соответственно, после этого вышел против Манело Капе, улетел в нокаут, хотя очень хорошо начал первый раунд. Дальше подрался против Джеффа Малины раздельным решением судей. Отдали победу Малине, да, к сожалению, для Жалгаза. И крайний свой поединок Жалгаз провел против экс-чемпиона организации LFA, это Чарльз Джонсон, которому он проиграл решением судей. Но вот здесь, я считаю, конкретный бултщит. Я уже говорил об этом, несмотря на то, что я тогда забирал Джонсона, да, я считаю, что здесь бултщит. И чистейшие 2-1 по раунду в пользу Жалгаза Жумагулова. Но, опять же, судьи его слили. В общем, переходим к его бойцовским качествам. Стоит подчеркнуть, что это отличный универсал, который может побороться, у которого есть хорошая защита от тейкдауна. Видно, что, кстати, стоечку он свою подправил, да, то есть начал работать по этажам. Хорошо работает, ну, миксует, да, корпус-голова, как это было против Чарльза Джонсона. Будучи, ну, скажем так, не фаворитом с точки зрения антропометрических показателей. Потому что Джонсон был и выше, и руки, и размах рук у него длиннее. Но все равно Жалгаз отлично попадал, именно за счет серийной работы. То есть корпус-голова все это миксовал отлично, и все у него хорошо получалось. Что касается его кардио, в среднем темпе 3 раунда для него выполнимы. Если темп поединка будет высокий, к третьему раунду Жалгаз потихонечку начинает подседать. Но все равно остается работоспособным. И переходим мы к дебютанту промоушена. Это Филиппо Бунес, спортсмен, который дебютировал в качестве профессионального спортсмена до бойца в 2008 году. В далеком у него были паузы. В основном выступал у себя в Бразилии, на местных турнирах. Кстати, встречался там против такого спортсмена, который в СССР является, ну, таким хорошим среднячком. Это Майконом Сильвой, которому проиграл, но проиграл только раздельным решением судей. Поединок сам по себе получил с конкурентной. В общем, подписал он контракт с организацией ASEA. Соответственно, встречался там против максимально топовой оппозиции такими бойцами, как Хатуев. Это бывший претендент на чемпионский пояс ASEA. Мурат Магомедов, которому он проиграл решением судей. Это непобежденный российский спортсмен, который наводил шороху здесь. Сейчас, если я все правильно понимаю, он готовится уже к подписанию в UFC. По-моему, если я не ошибаюсь, ребят, там 11 или 12.0 у этого спортсмена рекорд. То есть, это тоже хороший топ. Ну и таким образом, получается, предпоследний поединок Бунас в рамках турнира ASEA провел против Имрана Букуева. Это бывший чемпион организации ASEA, которому проиграл, но проиграл раздельным решением судей. То есть, поединок получился с конкурентной. После этого встретился против Силандера. Это бывший боец организации M1 Global. И смог его финишировать болевым приемом, по-моему, во втором раунде. Соответственно, после этого подписал контракт с промоушеном LFA, где встретился в главном бою вечера против Фармиги. Это бывший претендент на чемпионский пояс UFC, которому проиграл удушкой во втором раунде. Тогда, кстати, Фармига, насколько я помню, вес не сделал. И, ну, по факту, наверное, это и сыграло ключевую роль. Потому что, если бы ему пришлось еще вес подсогнать, возможно, исход был бы другим. Но это все возможно. В общем, после этого Бунас в LFA провел еще два поединка. Там одержал победу. И в крайнем поединке в LFA он бился за чемпионский пояс, где финишировал своего оппонента. И таким образом стал чемпионом промоушена LFA. А LFA это дочерняя лига UFC. Соответственно, Бунас сразу же попадает в сильнейшую лигу мира. В общем, переходим к бойцовским качествам. Бунас это также разносторонний сбалансированный боец, который очень круто работает в грэплинге, в джиу-джитсу. То есть, он сам может побороться, тейкдауны проводить. У него и неплохая защита. И плюс ко всему, у него действительно очень серьезные навыки в грэплинге. У него черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. И здесь необходимо понимать, что в борьбе он просто как уш на сковородке. Достаточно того, что просто с Силандером посмотрите поединок. Сколько раз он там и на треугольники выходил. Ну, я имею ввиду ногами, да. И в конечном итоге там куча удушек он накидывал. Но поскольку Силандер является тоже таким мастеровитым джитсером, у него поначалу ничего не получалось. Но в конечном итоге на ручку все-таки болевой он там сообразил. То есть джитсу этот парень очень силен. Что касается стойки. Нокаутирующая мощь есть. Что касается серийной работы, то она такая, ну какая-то непонятная. То есть у него такой рваный темп. Он может где-то серийной отработать, потом ходить, натыкивать джеб-джеб. Но у этого парня в арсенале есть бэкфисты очень крутые. У него есть колени, которыми он частенько попадает по своим оппонентам. И, скажем так, как минимум потрясает их. То есть странная работа в стойке, которая, как я уже сказал, такой максимально рваный темп. И непонятно, чего от него ожидать. И здесь как раз таки кроется и вся опасность. Что касается кардио. Подседает к третьему раунду по функционалу. Остается работоспособным, но к третьему раунду функционалка у него просаживается. Переходим мы к прогнозу на этот поединок. Давайте взглянем на коэффициенты, которые нам предоставляет БК Фонбет. Жалгазу могу выфлить фаворитом за 1.6. Филиппо Бунас идет андердогом за 2.4. Давайте разбираться, как всегда пробежимся по ключевым аспектам. Ударная техника, борьба, кардио и оппозиция. В плане оппозиции, чисто, как бы, ну, теоретически, если на эту оппозицию посмотреть, то можно сказать, да, что у Жалгаза она посерьезнее. Потому что все-таки Жалгаз встречался против того же самого Малины, который, ну, такой средняк в UFC, да. Чарльз Джонсон, такой тоже, ну, типа среднячка, я бы его, наверное, к этому отнес бы разряду. Паева, боец, который входил в топ-15 в свое время. Альбази, которому он проиграл, он там просто без шансов. Вот, если мы посмотрим на оппозицию Бунаса, то, опять же, вот эти бойцы в ЛФА, кроме Фармиги, которых он финишировал крайне двух спортсменов, там бойцы, ну, максимально посредственные. Вот оппозиция у Бунаса в промоушне ACA, вот там у него была очень серьезная оппозиция. Потому что, как я уже сказал, Мурат Магомедов, Хатуев на тот момент, это просто танк, который, ну, ломал все, что напротив него стояло. Сейчас такое ощущение, как будто вот он немножко уже, возможно, какие-то другие у него интересы появились, да. Ну, в общем, не такой огонь в глазах я вижу, в его глазах, да. Не такой огонь, нежели тот, который я видел раньше. И, опять же, Мурат Букуев, это завсегдатый топ промоушена, это бывший чемпион организации ACA, и проиграть ему раздельным решением судей в конкурентном поединке, я думаю, что это дорогого стоит. Поэтому, еще раз подчеркну, ребят, если кто-то недооценивает бойцов ACA, топов и чемпионов, обратите внимание, все бойцы, которые когда-либо дрались в промоушне ACB, ACA, все бойцы, которые оттуда попадали на турниры UFC, они все доходили как минимум до топ-5. Ну, например, Аскаров, Забит Магомед Шарипов, Петр Ян, понятное дело, кто-то сейчас скажет, да там, у этого то, у этого то, это все понятно, ребят, ну просто посмотрите сам факт, да. Поэтому, Мурат Букуев, может быть, да, и UFC бы навел шороху. Поэтому, вот с этой точки зрения, я бы не стал опираться прям на такую хорошую, ну, с одной стороны, достойную оппозицию у Жалгаса, потому что Бунос тоже встречался с хорошими ребятами, да, он им проигрывал, но он давал им хорошую конкуренцию. Вот. Поэтому я бы, наверное, здесь поставил знак равенства. Что касается кардио, наверное, тоже здесь знак равенства, не вижу смысла здесь что-то расписывать, потому что, ну, оба бойца в хорошем темпе подседают, и кто из них будет лучше, да хрен его знает, кто из них будет лучше, потому что, ну, здесь просто, как говорится, гадать на кофейной гуще. Я уже говорил, и Жалгаса этим раунду подседает, и бразилец тоже. Возможно, Жака будет чуть-чуть получше, но, опять же, возможно, ключевой момент. Дальше у нас идет борьба. Мне кажется, что в борьбе фаворитом является бразилец Бунос, потому что, как я уже сказал, у него отличные навыки в БЖЖ. Он отлично контрит в партере, он отлично забирает спины, выходит на 500 миллионов болевых приемов, которые тоже могут оцениваться в этом поединке в случае там какого-то близкого боя. И, опять же, у него неплохая защита от тейкдаунов, и сам он может очень неплохо так побороться. Если мы посмотрим на Жалгаса, то, по факту, да, допустим, с тем же самым Чарльзом Джонсоном тейкдауны у Жалгаса не проходили. С Малиной, ну, примерно то же самое. Там, кроме клинча, больше никаких таких опасных моментов предпосылок Жалгас не создавал. То есть, ну, опять же, в моем понимании, борьба, грэплинг, джиу-джитс уходит на сторону Буноса. Что касается ударной техники, то здесь крайне сложно выйти. Фаворита прям максимально крайне, объясню почему. Потому что Жалгас вроде бы как в своем крайнем поединке действительно показал хороший прогресс в стойке. То есть, видно, да, как он работает, чередует вот эту всю работу, грамотно работает именно сериями, да, и сочетая это с разноэтажностью, скажем так, да, то есть голова-корпус. Вот. С другой стороны Филиппа, боец, который вроде может пропускать, вроде может где-то выждать и может выкинуть опасное колено. Может также и хорошей серией пробить. А мы помним, да, что Жалгаса потрясали, и потрясали его неплохо. Мотивация какая у бойцов, ну, тут тоже непонятно. В общем, я просто к чему клоню. Если мы говорим про ударную технику, то, ну, возможно, с учетом того, что Жалгас вроде работает, серийно много выбрасывает, но бразилец крайне опасен в ударке, и его удары имеют нокаутирующую мощь, да, как минимум, которая может потрясти, я имею в виду мощь. Вот, соответственно, вот эти вот нестандартные его работы в стойке, выбрасывать удары под непонятными углами тоже умеет делать бразилец. В вертушке тоже он очень круто крутит. Круто крутит. В общем, наверное, здесь накравенство поставить мне бы хотелось. В общем, если выбирать кого-то в качестве победителя, то, опять же, я считаю, что здесь необходимо присмотреться именно к Лайву. Потому что у кого будет получаться навязывать свои сильные стороны, тот, по факту, должен выиграть. Это все понятно, да, это как бы стандартная такая фраза, но, по факту, фаворит Жалгас, идя на серии с трех поражений подряд, мы видим, насколько, ну, наверное, ненавистно к нему относятся те самые судьи, которые судят его поединки. Потому что, ну, с Малиной близкий бой, но с Джонсоном его просто слили. Просто в наглую его взяли и слили, ребят. Это значит, что он, наверное, не нужен промоушену. То есть, по факту, ну, блин, мне хочется притопить здесь за Жалгаса, да. С точки зрения теории какой-то вероятности, ну, должен он победить в этом бою. Ну, сколько его могут сливать, сколько над ним могут издеваться судейский корпус, да, вот такими вот, вынося вот такие непонятные какие-то решения. Но для меня здесь, скажу так, что, ну, это крайне сложный выбор. Я бы рекомендовал, я понимаю, что сейчас кто-то поставит на Жалгаса, в случае его победы потом будет писать, вернется на Ютуб. Таких ребят здесь куча. Я же говорил, Жалгас изи, все может быть. Вот, по коэффициентам вроде Бунас поинтереснее смотрится, потому что 2.4, отличная джитсу, хорошая ударная техника, нестандартный, да, весь такой вот представляющийся максимальную опасность в любых положениях, будь то клинч, там борьба, да, то есть в стойке то же самое, как я уже сказал, нокаутирующая мощь, удар у него, все это у него присутствует. И опять же, как жестко тогда уронили Жалгаса в поединке против Манело КП. Опять же, мне кажется, что это все может сыграть какую-то определяющую роль. В общем, мой выбор здесь, это я бы посоветовал, порекомендовал бы как минимум, да, оставить этот поединок для Лайва и уже посмотреть, как будет разворачиваться ход событий. Это первый вариант. Второй вариант. Если мне прямо сейчас скажут, ну вот типа, братан, выбирай, за кого надо газовать, я бы, наверное, газанул за Андердога, потому что, опять же, исходя из тех моментов и фактов, которые я сейчас расписал, вроде бы как все складывается как 50 на 50, но здесь 1.6 на 2.4, поэтому, наверное, интереснее будет забрать бонусы. И опять же, опять же, ребят, в случае близкого поединка, если вдруг бой дойдет до решения, нам что с вами ожидать? Опять буллщита? Опять какого-нибудь сплита? Ну, я очень сильно, на самом деле, буду надеяться, что все-таки Жалгас сможет реабилитироваться за свои поражения, но за коэффициент 1.6, ребят, скажу сразу, он мне неинтересен. Чисто поболеть, посмотреть, а в Лайве уже что-то и придумать. В общем, друзья, вот такое вот мое мнение касаемо этого поединка. Теперь интересно послушать, что вы думаете, пишите все свои мысли в комментариях. Не забывайте подписываться на YouTube, обязательно прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Я же вынужден с вами попрощаться. Всем пока и хорошего дня.